Всем привет! Буквально на днях ко мне попала в руки палетка Too Faced Natural Matte. Я ее уже давно себе купила, но она только-только ко мне приехала, чему я, конечно, безгранично рада. И перед тем, как начать ей пользоваться, я решила, что будет неплохо, наверное, записать какое-то первое впечатление-обзор на эту палетку. Если вам интересно посмотреть мой обзор, то, конечно же, продолжайте смотреть. Сама упаковка палетки выглядит вот так. Она довольно-таки компактная, маленькая, умещается вот так вот в ладошку и выполнена из такого железного материала по типу Naked 2, Naked 3, в общем-то, такой же принцип. Закрывается она на магнитик, в середине тени выглядят вот так вот. И в чем уникальность этой палетки, так это в том, что она единственная из всех представленных на рынке, и, по крайней мере, о тех, которых я знаю, собрана настолько вот хорошо и продумана. Потому что, посмотрите внимательно, здесь три ряда теней. Один ряд теней полностью в такой коричневой и холодной гамме. Нижний ряд теней, ну, для вас это верхний, а вообще, как бы, нижний ряд теней полностью в теплой гамме. И средний ряд теней в такой вот холодной той же гамме с розовым подтоном. А розовый подтон сейчас очень модный в тенях. Naked 3 выпустили тоже относительно недавно, ну, буквально в конце 2014 года. И все стараются сейчас макияж делать более в таких вот розовых тонах. Вот это очень-очень популярно, особенно тоже на весну. Ну, розовый всегда возвращается. И, как ни странно, вот такие вот оттенки очень красиво выглядят. Особенно на зеленых глазах, особенно на карих глазах. Потрясающе просто выглядит. И сегодня я первый раз попробовала эту палетку. Я сделала макияж, который вы сейчас видите на мне. Дальше вы тоже его увидите, как я его делала, этот макияж. И я осталась безумно довольна качеством теней, текстурами теней, как они тушуются, как они наносятся. И больше всего я переживала именно за вот этот вот средний ряд, чтобы тени были действительно нужного подтона, чтобы глаза с ними не выглядели какими-то воспаленными, а чтобы он действительно вытягивал, например, из моих глаз вот этот зеленый пигмент. И их подчеркивал. И мне кажется, что у Too Faced все получилось просто на 5+. Потому что вот этот вот самый светлый оттенок, он такой вот нежно-персиковый-розовый. И это действительно очень классный оттенок. Вот я когда его нанесла, я поняла, что мне его не хватало в моей коллекции теней. Потому что это очень освежающий такой оттенок. Но в то же время абсолютно без какого-то намека на что-то такое воспаленное, уставшее и так далее и тому подобное. Вот этот оттенок посерединке, Strapless, тоже очень хорошо в нем продумана пигментация. Потому что если посмотреть на него, вот как он выглядит именно в упаковке, он выглядит довольно ярко выраженным таким вот красным таракотовым подтоном. И я все думала, чтобы он не был такой слишком пигментированным и слишком таким вот, ух, вырви глаз. И на самом деле он не сильно пигментирован. И в данном случае это его достоинство. То есть не то, что он вообще там абсолютно прозрачный. Нет. Он именно нужной пигментации для того, чтобы сделать вот этот вот такой намек на розовинку, но в то же время все равно цвет остался нейтральным. В общем-то я безумно довольна просто подборкой теней. Здесь она, ну вот просто на 5 с плюсом. Действительно полностью отвечает тому, что мне бы хотелось видеть в палетке теней. И что радует, она довольно компактная эта палеточка. И стоит она тоже недорого. 36 долларов ее официальная цена. Если на сайте по типу beauty.com бывает иногда 20% скидка, об этом я всегда оповещаю в группе Simplum. Если с 20% скидкой, то вообще это просто чуть ли не задаром. Я ее покупала по полной цене. И как только она вышла на сайте Too Faced, ее сразу себе заказала, потому что еще только по фотографиям было понятно, что это именно то, что мне нужно. Для путешествий потрясающая палетка, мне кажется. И действительно я вот не перестаю подчеркивать, что самое главное ее достоинство в том, что здесь есть как теплые оттенки, так и холодные. И есть ряд таких вот очень интересных, таких неординарных оттенков, которые вот особенно в вечернем макияже выглядят просто восхитительно. Поэтому очень-очень я вам рекомендую присмотреться к этой палетке, если вы любите матовые текстуры. Потому что, естественно, если вы купите только ее, то у вас как бы только вот эти оттенки и будут. Они все матовые. Если вы любите все-таки какие-то блесточки, какой-то шиммер там или сатиновый перелив, то это, наверное, не та палетка, к которой вам нужно обратиться. Но у них также есть, кстати, Natural Eye, называется палетка. И там смиксованные оттенки. Там есть и матовые, и шиммерные оттенки. А это как бы как младшая сестричка вышла этой палетке. И здесь только сугубо матовые. Ну, это абсолютная моя любовь. Я буду дальше продолжать ей пользоваться, придумывать какие-то макияжи. Если придумаю какое-то там экстра интересное, обязательно запишу и сделаю видео с ним. Чего-то прям экстра неординарного вы из этой палетки не выдавите. Потому что вот все эти тени очень такие приглушенные, как раз созданные для какого-то нейтрального макияжа. Поэтому, если это что-то, что может вас заинтересовать, присмотритесь. Можно эту палетку покупать через Simple. Ссылку я обязательно оставлю внизу, кому интересно. А сейчас предлагаю перейти вам к демонстрации этой палетки. То есть, выполнению этого макияжа, который сейчас на мне. Приятного просмотра. Первое, что я буду делать, это, как обычно, наносить базу от MAC Pro Longwear Paint Pot в оттенке Soft Ochre. И распределяю ее по всему подвижному и неподвижному веку. Первый оттенок, который я буду брать, это такой очень светлый персиково-розовый оттенок, который называется Lay Steady. И я его наношу на все подвижное веко. Мне этот оттенок очень нравится, потому что это такой оттенок, который довольно сложно, в принципе, сделать в тенях. То есть, это с намеком на розовый, но в то же время он не делает взгляд каким-то больным или воспаленным. Он его действительно освежает. И, в общем-то, пока что только очень позитивные у меня впечатления о нем. Он не очень сильно пигментирован. Вот вы видите, я уже где-то четвертый раз кисточку макаю в него. Но мне кажется, что так и нужно. Но, исходя из того, что я вижу, этот цвет мне очень нравится. Вот если так вот посмотреть, для дневного макияжа, мне кажется, вообще супер будет. Добавить какой-то там легкий, может, оттенок в складку какого-то коричневого. И прям вообще очень мне нравится этот цвет. Давайте теперь нанесем что-то в складку. В складку я буду наносить нейтральный какой-то светлый такой транзитный цвет. Возьму нюли. Я нанесла этот цвет на пушистую растушевочную кисть. И сейчас вот так вот в уголке буду проходиться. И в складке. Нюди это такой оттенок, который вот очень хорошо работает как промежуточный между какими-то более темными цветами и светлыми. Потому что его практически не видно. Вот он создает такой вот цвет контурирования для вашего века. Создает глубину, которая нужна. Но в то же время этот цвет в принципе не видно. И вот если на камере сейчас вы его видите, то вживую он очень-очень легенький такой. И для такого совсем легкого повседневного макияжа, конечно, будет супер. Но если вы захотите добавить интенсивности, у вас всегда будет возможность воспользоваться каким-то более темным цветом. Этот же оттеночек протягиваю немножко по веку. Оттенок, который меня очень сильно интригует в этой палетке, это такой вот нейтрально-коричневый с розовым подтоном, который называется Strapless. Его я буду наносить на растушевочную кисть, маленькую, которая довольно гуляющая такая. И возьму его, нанесу вот так вот на века. Это добавляет немножко вот такой вот розовинки. Но вот видите, эти цвета не явно розовые. Вот в палетке он выглядит довольно таким, даже с красноватым подтоном, да, с терракотовым таким. Но на веке вот он очень легко вот создает такой тон. Как раз достаточно для того, чтобы это было интересно, но недостаточно для того, чтобы глаз казался каким-то воспаленным. Это на самом деле очень трудно сделать. Я думаю, вы со мной согласитесь, если вы когда-то покупали какие-то тени в таких оттенках, то вы 100% с этим сталкивались. И совсем чуть-чуть я еще пройдусь этим оттенком вот так вот по складке. Еле-еле буквально там его наношу. Потом опять-таки это все растушуется. Но хочется мне добавить вот этот цвет еще и в складочку. Ну, вернее, даже не в складку. Это у меня наношу на нависание. Теперь на кисть-карандаш я наношу темный коричневый, тоже с таким вот розовым подтоном, который называется рискей. И его я буду наносить в самый уголок. И чуть-чуть вот поднимаю я его буквально до своей складки. И там останавливаюсь, немножко протягиваю. Вот видите, как я делаю? Я сначала нанесла на кисть цвет. Вот так вот вбивающими движениями его нанесла. А потом переворачиваю кисть. И уже практически таким вот чистым, чистой стороной я это все растушевываю ко внутреннему уголку. Если тени качественные, то даже не нужно вот так вот тереть. Достаточно просто вот так топтаться на одном месте, и они сами растушевываются. Сильно даже много нужно прикладывать усилий для этого. Теперь давайте на время оставим верхнее веко в покое. Перейдем к нижнему. Я возьму маленькую плоскую кисть и тот же оттенок нюри. И нанесу его на нижнее веко. Прям до самого конца. Оттенок этот вообще практически незаметный. Вот он действительно создает такой эффект естественной тени. И не более. Для того, чтобы углубить его во внешнем уголке глаза, возьму на ту же кисть оттенок с экспресса. А с экспресса это самый темный оттенок в палетке. И он холодного подтона. Отлично сюда ляжет. В это место. И соединит все воедино. Можно также чуть-чуть его нанести вот в эту зону. Вот буквально в самый уголок глаза я топчусь. И вот сюда его и наношу. В палетке, кстати, есть промежуточный оттенок между вот этим совсем светлым и вот этим совсем темным. Он холодного подтона. Называется Cashmere Bunny. И на ту же кисть я нанесла буквально совсем чуть-чуть. И наношу в зону между двумя вот этими оттенками. И чуть-чуть подтушевываю самый темный цвет, его растягиваю вниз. Вот то, что я заметила в этой палетке сейчас, когда я делаю макияж, это то, что тени действительно продуманно собирались. Потому что один цвет дополняет другой, причем очень хорошо дополняет. Мало есть палетов, в которых вот действительно придраться не к чему. И пока что мне это нравится очень сильно. Еще, кстати, хороший трюк для того, чтобы подчистить тушевку. Можно нанести оттенок цвета кожи. Для меня это будет Heaven. Самый светлый оттенок большой. И вот буквально совсем чуточку я его наношу под бровь. И вот так вот похлопывающими движениями на какие-то места тушевки. И это очень быстро и очень красиво еще больше подчищает тушевку. Она выглядит еще чище. С тенями, я думаю, мы можем заканчивать. И хочу еще сделать подводку. В качестве подводки сегодня буду использовать подводку от Faberlic в номере 5432. Это подводка коричневого оттенка. У нее коричневый оттенок очень такой удачный. Единственное, меня очень сильно раздражает аппликатор. Ну ладно, мы про это забудем, потому что сама подводка очень классная. Она стойкая, хорошего цвета. Но аппликатор мы, конечно, здесь поменять. Какие-то сильно стрелочки я вырисовывать не буду. Буквально совсем чуть-чуть. Для того, чтобы макияж выглядел законченным. С подводкой я закончила. Теперь возьму тоже карандаш в темно-коричневом оттенке. И еще тоже пройдусь по верхней водной линии. И даже не так к водной линии, как к межресничному пространству. Для того, чтобы не было никаких дырочек между ресницами. С ресницами мне, к сожалению, не повезло. Поэтому приходится делать каждый раз какие-то трюки, для того, чтобы они казались гуще. И буквально еще совсем чуть-чуть пройдусь по слизистой нижнего века. Заполню на одну треть. Вот как-то так. Теперь все, что мне осталось делать, это только накрасить ресницы. Ресницы я накрасила. И сейчас вы можете наблюдать финальный результат. Ну вот и все. Я надеюсь, что вам понравился такой формат видео. С тест-драйвом, первым впечатлением и небольшим обзором. Если не остались вопросы, обязательно задавайте в комментариях. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. И я увижу вас в следующих видео. Пока.